Следующее чувство, которое тоже связано с разумом, называется чувство осязания, но как бы находится на кожных покровах. И чувство осязания, оно или очищает разум, или загрязняет его. Поэтому если человек в грязной одежде ходит, у него загрязняется разум. Он перестает различать правильные вещи. Если человек живет в грязной квартире, ходит в грязной одежде, если человек ведет грязную половую жизнь, то есть это чувство осязания же, половая жизнь, то в этом случае он теряет способность различать хорошее и плохое. И как вы думаете, у кого больше связано понимание силы разума? Кто лучше понимает силу разума, мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина больше понимает, что такое сила разума. Ему легче это развить. А кто больше понимает, что такое чистота разума? Женщина. Поэтому женщины, они стремятся всегда, чтобы муж был в чистой одежде, чтобы дети были чистыми, чтобы квартира была чистой, и чтобы не было никаких порочных связей. Женщины чувствуют это все. У мужа какие-то волосы на теле, она сразу реагирует. Вот. То есть на одежде имеется. Другими словами, как бы, видите, есть даже в этом различие. То есть тактильное чувство у женщин намного чувствительнее, чем у мужчины. В шесть раз чувствительнее, чем у мужчин тактильное чувство у женщин. Следующее чувство зрения связано с умом. Глаза являются зеркалами ума. Зеркало ума. То есть если вы хотите посмотреть ум человека, увидеть ум человека, посмотрите ему в глаза. Если вы хотите понять разум человека, послушайте его. Если человек смотрит в глаза, он видит, как протекает жизнь человека. То есть ему легко сейчас жить или тяжело. Если глаза стеклянные, напряженные, значит тяжелая жизнь. Если взгляд мягкий, спокойный, значит жизнь нормальная. По глазам можно увидеть характер человека, характер человека – это атрибут ума, ум соткан из характера. Дальше по глазам можно увидеть настроение человека, по глазам можно увидеть болезни человека, они тоже относятся к уму. По глазам можно увидеть мысли человека и его намерения. А также можно увидеть любовь. Веда объясняет, что разум способен получать знания только через энергию любви. Энергия любви передается лучше всего в песнях, поэтому я буду сам петь, как могу, чтобы вас веселить на лекции. И также я буду включать песни, те, кто может петь, чтобы вы глубже поняли мысль. И несколько мыслей, которые практически мы сегодня освоим чисто через звук, вы почувствуете, как надо менять свою жизнь. Ну, я вам покажу примеры, как это делать, и вы почувствуете. А сейчас мы продолжим наше изучение. Итак, чувство зрения связано с умом. Надо смотреть внимательнее на человека в глазах, все видно. Чувство вкуса связано с психической энергией. Количество энергии праны в теле, то есть возможность напитать тело жизнью, зависит от вкуса. Причем, если человек питается вкусно, значит, он наполняется той энергией, которая ему нужна для жизни. Становится энергетически сильным. А если человек питается невкусно, он становится энергетически слабым. Однако, если человек имеет знание, как жить правильно, он может с помощью изменения питания, вкусов, может изменить характер человека и направить его в другое русло, изменить его здоровье, если у человека есть знание, как это делать правильно. Это называется уже диета. Ну, то есть, когда человек с помощью питания направляет в другое русло, поведение человека, характер, меняются не только химические вещества, а также психика человека. Потому что, чтобы вы знали, с помощью продуктов питания человек получает на 60% пополняется психика человека, и только на 30% тела. И поэтому, хоть толстый, хоть тонкий, раза три в день хочет кушать. У полного человека много питательных веществ, может быть, дня на три хватит, как минимум. Но он хочет кушать раз, три раза в день. И это желание кушать характеризуется снижением работоспособности, функция ума. Раз. Снижением настроения, функция ума. Два. Снижением самообладания, функция разума. Снижением энтузиазма, функция разума. И только слабостью может характеризоваться через 12-15 часов поста. Человек начинает чувствовать слабость уже. Означает, что телу нужна пища. Только через 12-15 часов. А первые чувства голода, это вообще никак не связано. Это раздражительность, напряжение, нервозность, снижение работоспособности. Это связано только с психическим телом. Поэтому человек заедает стресс. Когда человек в нервном напряжении, ему что хочется? Он поел, быстрее поел, поел, успокоился. Зачем? Для того, чтобы наполнить тело, тонкое тело пищей. Поэтому, говорится, мы такие, что мы едим. Что мы едим, такие мы становимся. Это сложная для понимания вещь. Но, тем не менее, надо об этом задуматься. Чего не хочется? Нервного напряжения не хочется есть. Это значит, что у вас в нервном напряжении истощается огонь пищеварения. Весь огонь идет в голову. И поэтому аппетит пропадает. Такое тоже может быть. Это означает, что пищеварение слабое у вас в организме. Видите, мы сразу все решили с вами по здоровью. Все вопросы сразу. Значит, надо усиливать огонь пищеварения в организме. Найти специи, которые будут вам помогать. Масла есть побольше. Итак, следующее чувство называется чувство обоняния. То, чем мы нюхаем. И оно связано с грубым телом. Чувство обоняния. Как связано с грубым телом? Оно указывает на наш организм. Если мы им умеем пользоваться. Например, для того, чтобы кушать, начать что-то, надо сначала понюхать. Потому что непригодность к пище вещества определяет невкус. Синильная кислота, которая является смертельным ядом, на вкус сладкая. И многие яды также на вкус являются просто сладкими. И никак вкуснее указывает на то, что это смертельный яд. Есть даже вещества, которые вообще не имеют никакого вкуса. Потому что не успеешь почувствовать, потому что сразу помрешь. Однако же, они могут даже не иметь и запаха. Но всегда указывают на смерть. Когда изучал эту тему, я взял кабриный яд у своего знакомого друга. Там такие белые кристаллики, вот такая чашечка. Он говорит, здесь достаточно несколько десятков тысяч человек убить. Вот этой вот чашечкой кабриного яда. Кристаллики. Без света, белого цвета, без запаха. Я говорю, можно нюхать? Он говорит, да. Это не обладает ароматическим свойством. Не испаряются. Я понюхал, и у меня кровь в жилах застыла. Я почувствовал холод, как будто бы я похоронил близкого человека, такой зыбь внутри. И потом я всю ночь не спал, как бы вот это вот, чувствовал это ощущение страшное такое. Я сразу понял, что пробовать я не буду. Просто по запаху. Допустим, вас кто-то угощает, замечательная пища, вам нравится, это такой великолепный шашлык какой-то ваш любимый. Вы прямо хотите покушать, сначала понюхайте. Если чувствует запах неприятный, значит там есть инфекция. Все, не надо даже проверять это все, как-то анализы. Просто запах неприятный и все. И животные все это знают. Я пробовал, экспериментировал с коровой. Я если затыкаю ей нос, она не ест, если она не понюхала. Если я затыкаю, она уже понюхала, она это ест. А мы сначала едим, а потом нюхаем. Чего там такое? Почему такой запах? Ну то есть это означает отсутствие знания. То есть мы отошли от инстинктов, природных ощущений, природных чувств мы отошли, а знания не приобрели. Получается у нас, мы проигрываем перед животными даже в некоторых вопросах. Например, животное по запаху может определить, как вылечиться. Любое животное, если отпустить кошку в лес, и она больная, если кошка болеет, не надо ее лечить. Надо ее отпустить, если лето, отпустить в лес ее просто. Она сама найдет, чем ей вылечиться. Она выздоровеет. Она будет бегать, нюхать, что-то копать, грызть. И постепенно она вылечится по запаху просто. Она знает, где здоровье находится. Если запах легкий, свежий и приятный. Свежий означает, как запах моря, свежий. Легкий означает, как запах ветра, легкий и приятный. Что такое приятный, все знают. Означает неотвратительный запах, приятный. Это значит, что это человеку подходит. Если запах тяжелый, теплый и неприятный, значит не подходит. Или одно из этих характеристик. Когда человек заходит в какую-то квартиру, чувствует, что ему там не нравится запах. Там не надо кушать, в этой квартире. Потому что энергетика этих людей не подходит для твоего здоровья. Тебе там будет плохо, ты вырвешь после этой еды. У кого так уже было? Поднимите. Вот, пожалуйста, есть свидетель. Или будет несварение. Если человек покупает квартиру, он должен сначала пустить туда жену. Жене лучше запах. Чувство боняния сильнее. Чувства все более развитые, тонкие. Она должна походить, понюхать. Если ей запах не нравится, это значит, что это место несовместимо с ее энергетикой. Так как женщина больше привязана к жилью, поэтому она вас замучает там в этой квартире. Не даст вам там нормально жить. И вам всегда все равно придется оттуда переехать. Поднимите руку, у кого так было, женщина. Вот видите, уже есть свидетели. То есть, если от близкого человека плохой запах, это значит, что у него запах был нормальным. Потом бац, от тела начал плохой запах пахнуть. Это значит, что его надо обследовать. У него развиваются какие-то заболевания серьезные. Первый признак – это изменение запаха. Это не означает там, что печень страдает. Я говорю сейчас о тонких, невидимых функциях. Просто пахнуть стал человек по-другому. Нет никаких признаков. Кожа не желтая, ничего, все нормально, но поменялся запах от тела. Тонкое, невидимое чувство. Неприятно стало пахнуть от человека. Значит, надо обследовать. Есть какие-то проблемы со здоровьем. Итак, мы с вами немножечко движемся в сторону изучения нашей психики. Проводим некоторый ликбез в этом направлении. И движемся в сторону нашей лекции. Называется «Развитие разума». Тема. И сейчас у нас будет небольшой тренинг с вами. Мы с вами будем изучать, как влияет знание на изменение жизни человека. То есть я вам дам сейчас три аспекта здоровья, возможности быть здоровым. Три аспекта. Через звук вы получите. Первый аспект – это природа, которая делает человека здоровым. Проблема современной деградации здоровья людей заключается в том, что в результате поселения в камне мы потеряли понимание, как природа лечит человека. Это понимание, оно находится в разуме человека. То есть наш разум перестал контактировать с этим чувством необходимости быть в лесу, на море, гулять по траве, купаться в озере. То есть у нас такая необходимость где-то есть внутри, но эта необходимость, она атрофирована в результате отсутствия знания о том, что лечит человека. Нам проще сходить и получить ультрафиолетодозу и поесть какие-то таблетки, чем просто попить травы, допустим, там, или погулять по природе, покупаться в воде и так далее. Вы скажете, да мы знаем все это, что мы все это знаем. Ну насколько вы это знаете? Вот, допустим, смотрите, если, допустим, вы заболели, вы пойдете в лес? Кто пойдет в лес? Вот вы знаете. А кто пойдет в больницу? Вы не знаете. А? А я и делаю это каждый раз, поэтому я и передаю знания вам это. Например, я когда в Владивосток приехал, был большой перелет, пятичасовой, и я уже заранее с ними договорился. Они меня привезли в баню на берегу прямо Японского моря. И там еще было достаточно тепло, и я опарился и купался в море, и думал о море в это время, соединялся с ним, получал его силу. В результате очень быстро восстановился, то есть пять часов перелета, через три часа вот я уже не чувствовал совершенно. Чувствовал себя здоровым человеком, наполненным энергией моря. И еще получил также быструю адаптацию, потому что когда человек в воде находится, он быстро соединяется с климатом этого места. То есть климатическая адаптация мгновенно произошла. Я почувствовал людей этой местности, почувствовал природу и соединился с этим со всем местом. Есть возможность, я обязательно иду, контактирую с деревьем. В Барнауле я гулял, тоже старался. Там не лес был, но там была посадка внутри города. Мы ходили просто и восстанавливали здоровье. Если человек имеет веру в природу, тогда эта вера дает связь ему с природой, что дает возможность вылечиться. Например, солнце лечит иммунитет человека, восстанавливает пищеварение, дает человеку оптимизм, снимает депрессию, дает человеку возможность побеждать судьбу, силу дает, силу вылечиваться. Также это сила лечения, лечебная способность лечиться тоже от солнца идет, дает радость человеку, солнечной энергии. Но для этого нужно правильно настроиться на обмен, нужно уважать солнечную энергию. Люди кланялись солнцу для чего? Для того, чтобы соединиться с этой силой. Если мы подставляем солнцу заднее место, загораем на нем, подставляем ему заднее место, то, соответственно, уважения никакого нет в этот момент. Ну и что получается потом? Там различные, онкология там и все прочее. Почему? Потому что эта энергия, она неправильно функционирует в нашем организме. Включается эгоизм в отношениях с природой. Понимаете, мы не знаем, как правильно. Допустим, в лес пришел, большинство людей, вот как в лес ездят, они приезжают туда, быстро собирают грибы, ягоды, жгут костер, поели шашлыков, пожгли костер, поломали деревья, попинали, уехали. Контакт с природой произошел? Нет. А если человек приехал в лес, он начинает уважать природу, начинает относиться к ней хорошо, начинает вспоминать свои отношения с детства, допустим, память в отношениях с природой. Тогда получается что? Лечение. Человек выздоравливает. И сказать, что то, о чем вы говорите, оно действительно работает. В плане отношения мужа, детей, оно действительно помогает. И только это помогает. То есть принять своего мужа сначала с благодарностью, а потом все остальное. То есть, как вы говорите. Потому что, ну это вот мое такое открытие, что пока не скажешь Богу спасибо за этого мужчину, который самый лучший, дальше вот даже двигаться невозможно. Это всем вот, кстати, девушкам. Да, проверено на себе. Мы же сначала хотим как бы его и переделать. Да. Переделать хочется сначала же, а потом разбираться там, что будет дальше. Да? А оказывается, надо вот принять таким, какой он есть. Самое лучшее в нем взять, поблагодарить Бога. И тогда начинается движение в сторону улучшения отношений, оказывается. Но чтобы принять мужа, для этого нужна молитва. Потому что принять, чтобы нужны силы. А сил не хватает. Вот поэтому мы сегодня говорим о развитии разума. Чтобы силы, набираться сил душевных, чтобы принимать близкого человека. Можно вопрос немножко не по этой лекции, а по предыдущих, о чистоте. По поводу омовения. Значит, действительно ли его нельзя принимать обнаженным? То есть нужно на себя что-то надевать, что закрывает половые органы. Действительно так? Ну, это есть разные стандарты. Ну, вы как считаете? Я считаю, что вы выберете сами для себя, как вам удобнее. Потому что, может быть, вам неудобно так. Вы решите сами. Ничего страшного. Есть разные стандарты жизни. Есть более возвышенные, есть не менее. Понимаете, если, допустим, вы мясо кушаете? Нет. Последние недели, ну, месяц, наверное, даже больше. Это очень много месяцев. Это очень много. Нет, ну, мясо я не ем давно, но вот рыба, яйца пока… Ну, видите, у вас стандарты жизни не такие высокие. Поэтому какие-то еще есть, понимаете, есть. Каждый человек стремится к все выше и выше, и выше стандарты берет. Если, допустим, человек, допустим, ну, ест мясо и потом говорит о омовении, то, ну, как бы… Степень лицемерия, я понимаю. Ну, да, то есть, что об этом говорить, это все не имеет смысла. Не то, что лицемерие, это просто, ну, неактуально, будем так говорить. Омывайтесь как можете, и все хорошо. Все ясно. Еще такой вопрос. Если захотите омываться как-то по-другому, изучите более высокий стандарт. Некоторые женщины там частично тело прикрывают, омываясь там. Все равно же придется даже эти части тела мыть с мылом. Все равно… Ну, вот некоторые говорят о том, что нужно сначала полностью принять душ, все там зубы почистить и так далее, а потом… В общем, омывайтесь нормально, как вам нравится все, не беспокойтесь. Все ясно. Я могу вам сказать, что в ведической культуре есть также такое, ну, я читал в священных писаниях, что девушки совершали омывение в отдельном месте, раздетыми вообще полностью. Вот они все вместе омывались, раздетыми в водоеме. Я это читал в священных писаниях, что вот так они омывались. Вот, и не является грехом никаким. Мы иногда перебарщиваем, перебарщиваем просто. Не надо перебарщивать. Еще вопрос, значит, о звуке. Как общаться с родными людьми, то есть это мама и брат. Даже сложно иногда слушать то, что они говорят. Я не противоречу им, то есть не стараюсь приубедить, но мне иногда даже сложно находиться рядом с ними и слушать это. Как вот… Вы говорите о любви сейчас, о любви. Все зависит от количества любви у вас. То есть также молиться о них… Нет, нет, послушайте меня. Видите, мы говорим о нити незримой. То есть ваша нить, вот я сейчас мать увидел, у вас с матерью там жесткость такая в отношениях. То есть эта нить нечистая. Вы ее не очистили. То есть поэтому говорить об отношениях рано. Нужно сначала в молитве очистить отношения с матерью, ее понять, почувствовать как личность. А потом не будет проблем уже дальше с ней строить нормальные отношения. Это все. Почувствовать сложно, да. Ну, потому что вы не молитесь, вы не очистили отношения с мамой. Вы этим не занимаетесь просто. Все. В этом ваша проблема. Из-за этого, когда при прямом контакте, наступает боль. Ну и страдает она, я это чувствую. И вот этого еще как бы больнее. Ну, понятно, что если есть между двумя сердцами боль, то все будут страдать и стоить с другой стороны. Ну, понятно. Снова молиться. Спасибо. Ну, а снова молиться? Ну, а снова идти домой ногами? Нет, я хотела сказать, что на семье это один ответ. Спасибо. Ну, да, но снова кушать ложкой. Может, как-то по-другому. Может, глазами начать кушать. Рутом обязательно. Молиться означает побеждать. Кушать означает наполняться. Но мы не можем без молитвы побеждать. Ну, что делать? Ну, не получается по-другому никак. Не работает по-другому система. Потому что человек должен повторять один и тот же звук для того, чтобы контактировать с одной и той же силой, которая должна все ближе и ближе подходить к сердцу. Потому что есть деятельность ума, когда человек работает с позиции ума, действует. Ему надо с разных сторон брать информацию. Ум желает наполниться информацией. Ему нужно все изучить, понять там со всех сторон. Это деятельность ума. Но если говорить о деятельности разума, то разум, он должен долбить в одну точку для того, чтобы наполниться силой. Это сравнивается с тем, что вы дырку делаете в стене. Вы же не будете, тут посверлил чуть-чуть, там посверлил. Раз-раз, везде посверлили, все. А дырки нет никакой. Жена приходит, ты что, всю стену рассверлил? Говорит, да я посмотрел, что-то здесь мне не понравилось. Там посверлил, там не понравилось, здесь посверлил. Ну и все, расверлил всю стену. Говорит, да к тебе надо было одну дырку всего сделать. Означает деятельность разума, означает усилие. Человек повторяет одну и ту же молитву. В одном и том же направлении двигается, сконтакт в одном и том же направлении. Или человек повторил одну молитву, повторил другую молитву, повторил третью молитву. Олег Геннадьевич, я повторяю, полчаса молитвы. Никакого толку. Потому что деятельность разума означает повторение полчаса одной молитвы. Одной молитвы. И желательно не слишком длинной. Потому что молитвы, побеждающие судьбу, они сотканы из имен Бога. Меньше всего вопросов, больше всего отношений с Богом. И всего несколько слов, связанных с Богом. Остальные молитвы тоже хорошо, но силы меньше, потому что нужно стучаться в одну и ту же точку. А если ты, ну, как бы, очень много говоришь, то ты сам забываешь, с чего начал. Нужно, то есть, нужно очень концентрированный сгусток знания. Обычно это просто или обращение какое-то к Богу, или его имя повторяется просто, и все. Заметьте, что возвышенные люди читают очень короткие молитвы обычно, недлинные, и долго. В одну точку означает повторять, повторять, повторять. А ты достигаешь этой точки, и потом эта точка достигает тебя. Сначала ты достигаешь, начинаешь чувствовать молитву. И чувствуешь как? Так же, как возвышенный человек какой-то святой. Повторяешь, повторяешь, повторяешь. Раз, вдохновение пошло, ты начинаешь чувствовать ее. И постепенно дальше что происходит? То, чего ты никогда не понимал и не чувствовал. Первое, что происходит, постепенно ты вспоминаешь маму, с которой нет отношений. Она постепенно раз, раз, раз. Спокойно стала по отношению к маме. Ничего себе, интересно. Начинаю вспоминать маму, чувствую, опять тяжело. Но есть спокойствие уже в сердце. Продолжая молиться, начинаю чувствовать, что у мамы есть хорошие человека. Черты характера, память включается хорошим. То есть пошел хороший контакт. Нить незримая начинает прочищаться. Потом молишься, молишься, молишься дальше. И чувствуешь все уже в сердце точно. Ну, с мамой будет нормальное отношение, вообще нет проблем. И она опять свою бодягу затягивает, как раньше. Ты не обращаешь внимания, улыбаешься просто. Говоришь, ну мам, пойдем, ладно, все нормально. Ты не реагируешь вообще никак. Она тоже улыбается, все нормально, успокоилась. Вот и все. Сердце с помощью молитвы работает, работает, работает. И это называется любовь. Как искренне простить сердцем? Сама идея простить, она неправильная. Потому что у нас нет такой силы, чтобы простить или попрощить прощение. У нас нет такой силы. Мы нищие с точки зрения любви. У нас не хватает на это силы. Места свободные. Поднимите руку. У кого есть салфановые пакетики пустые? Можно просто пакетики класть под попу и садиться. На сцене стоят стулья, их можно взять? Один стул пока вижу. Два. Возьмите два стула на сцене. К сожалению, не хватает на всех мест зал маленький. Понимаете, проблема заключается в том, что простить невозможно. Потому что память вызывает боль. А так как она вызывает, ты сам ничего с этим не можешь сделать. Ты вспоминаешь, опять больно. Вспоминаешь, опять больно. Ты говоришь, я тебя простил. Вспоминаешь, опять больно. Ничего не простил. Потому что эта система не работает вообще. Чтобы не было больно, для этого нужно воспользоваться силой вне тебя. Вне тебя. Нужно что-то вне тебя сделать силой. Понимаете, неправильное мышление означает себя ставить в центр жизни. Каждый день на земле, каждый час солнце в бубен играет для нас. И земля, и весна наступает, звеня, потому что ты любишь меня. Ну, то есть человек себя поставил в центр. Он как бы поет о себе, да? Но если мы как бы не себя вставим в центр, тогда все становится правильно и счастливо. Потому что есть сила побеждающая, и мы на нее концентрируем внимание свое. И когда человек в молитве концентрирует на эту силу, свое внимание, он просто должен акцентировать. Хочу простить. Хочу простить. Вот на этом акцент надо сделать. Если человек не делает на этом акцента, тогда он не сможет именно эту проблему решить. Какая-то другая может быть решится. Всегда нужно направить сознание в какую-то сторону. Потому что у нас много-много ниточек со всеми, они все грязные. А ты хочешь сейчас именно эту решить. Надо по этому акцентировать. Чего ты хочешь-то? Ты молись Богу, думай о Нем, думай о святости, о чистоте. Но в сердце где-нибудь далеко, реши для себя, просто реши, что ты хочешь. И сразу ты увидишь, как туда пойдут силы. Потому что сверхдуша, она не против того, чтобы мы были счастливы. Просто она хочет, чтобы мы для этого трудились. Вот сколько сделала, столько и получила. Ну то есть она не против. Она будет направлять всю эту энергию куда надо. Там есть оператор внутри, который все распределяет. Он честный, он не будет обманывать. Но вот эта идея, что надо всегда знать точно, что не я решаю ситуацию, а решает ситуацию кто-то выше, является ключевой. Если человек этого не понимает, он разрушает свою жизнь. Как мне простить? Уже неправильная идея. Ты не можешь простить, у тебя нет силы. Настройся на ту силу, которая простит. И ты почувствуешь, что ты простил просто, и все. Ты почувствуешь в какой-то момент, я простил. Ну то есть у тебя уже есть силы думать по-другому. Правильно думать о человеке. Без напряжения, без злобы. Ну то есть твоя связь правильная стала. Нить твоя стала правильной. Не всегда помогает только высшие силы. И всегда, когда низшие силы как бы не помогают, тогда наступает тьма в сознании. Человек страдает от тьмы и наоборот счастлив от того, что наступает рассвет. Итак, видите, то есть надо в своем сознании всегда описывать чистоту, свет. Не я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогреваю. Это тоже хорошо, если у тебя есть силы. То есть если у тебя есть силы, иди обогревай землю. Но если у тебя нет силы, тогда надо настроиться на то, что тебе поможет. Луч солнца золотого. То есть человек настраивается на силу, которая помогает. Солнце связано с Богом? Связано. Вода связана с Богом? Связано. Есть силы природы, которые связаны с Богом. Надо правильно на них настроиться. У них есть своя вибрация, свой звук. Звук природы есть. Этот звук природы можно услышать через песни о природе. Я когда в Беловежской пущей был, я услышал этот звук и увидел связь. Увидел звук песни, и сам этот лес, я увидел, что он один в один. Энергетика та же самая. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что звук дает связь с тем, что лечит. Когда человек услышал, он спел, попал на волну. И он точно как бы соединяет человека с природой в результате. Вот этот звук. Точно так же человек должен стремиться в своем сознании туда, где победа. Понимаете? Туда, где победа. Это сравнивается в Ведах точно так же, как река стремится к морю. Точно так же чувства человека должны стремиться к Богу. В Ведах есть такой замечательный стих, описывающий это. Он написывается, что точно так же, как чувства, которые все время ищут счастье здесь, они не устремлены к источнику счастья. Поэтому они все время страдают. Но когда человек в молитве направляет чувство в сердце, то есть там Господь находится в сердце, человек начинает молитву наедине с собой, слушает голос святого человека, вместе с ним повторяет, как он, так же, как он. Я вот много раз говорю, все равно вы будете молиться и сами по себе, без него. Потому что хочется самому что-то там жужжать, а не хочется услышать голос. Голос мой, услышь. В час грусти и печали там поется. Голос мой, услышь. Человек не хочет слушать голос святого человека, он свое, что-то бубнит, и у него не хватает сил, понимаете? А нужно услышать того, у кого силы есть. И услышав, человек начинает в его настроении с памяти о нем повторять молитву. И тогда в сердце появляется сила. И что эта сила делает? Она направляет сразу сознание человека к источнику счастья, к Богу. Он источник счастья, он сравнивается с морем. Или с солнцем. Ну то есть он сравнивается с тем, что дает счастье. Веда объясняет, что точно так же, как лучи солнца идут от солнца. И они гаснут в результате. Но если эти искорки были бы духовную природу, имели разумную, как мы, они бы повернулись и летели назад. Туда, где есть счастье. Куда надо спешить. Туда, где есть счастье. Чувства должны быть направлены внутрь, в сердце. Когда человек сам с собой находится, начинает молитву, он успокаивает. Его жизнь начинает возрождаться. Он начинает наполняться силой. А когда он ищет решение проблем извне, думает, как тому улыбнуться, этому улыбнуться. Он растрачивается в это время. Это хорошо. Мы должны служить всем, заботиться обо всех. Если сегодня ко мне приходили люди, которые у меня лечатся, я бы сидел, улыбался им просто, не общался бы с ними. Это нечестно. Нужно отдавать силы. Нужно любить людей, давать им силы. Но чтобы силы брать, нужно откуда-то их брать. Чувства должны устремляться внутрь. Как чувства устремляются внутрь, настроение вот этого сознания. Как чувства направляются внутрь. Как это почувствовать можно. Что это за настроение такое, спокойствие какое. Как это все чувствуется. Чувствует человек, каждый хочет назад, к морю синему. Так? Знакомое что-то такое в этой песне. Хочется, да? Ну, куда ты спешишь? Ну, к морю синему, конечно, я спешу. Там, где волны сильные плещутся всегда. Там нет никакого конца и края. Там бесконечное счастье. Душа стремится к морю синему. Она стремится к Богу. Она стремится туда, где нет конца и края. Где бесконечно много в любви, воды. Так должен человек направить свое сознание. Он должен стремиться к чистоте, к святости. Это и есть наше море синее. Так же, как вода стремится к морю, она туда спешит. Точно так же она там успокаивается, перестает течь. Ей так хорошо уже. Ей так много, ей там хорошо. Так же человек, он стремится к бесконечному источнику счастья. Невозможно решить свои проблемы просто с помощью близких людей, детей своих, своего любимого дела. Это наполняет человека чуть-чуть совсем, немного. Но даже, допустим, некоторые вчера повторяли, я желаю всем счастья. Ничего не почувствовали. Поднимите руку, кто не почувствовал никаких изменений внутренних? Несколько человек не почувствовали. Почему? Потому что вы не включены вот в этот процесс. У вас нет знания. А кто из вас почувствовал сильные изменения? Поднимите руку. Видите, многие почувствовали. Почему? Потому что вы включены. Кто из вас почувствовал сильные изменения, но никогда этим не занимался? Поднимите руку. Только один человек, два. Означает, что нужна практика, понимаете? То есть нужен опыт. Нужно это делать. Потому что если человек не тренируется тем, чтобы очищать свое сознание, погружаться внутрь, решать вопросы с помощью сердца, он никогда и не почувствует это. Нужна тренировка. Я сегодня сильно почувствовал. И сегодня сел, начал повторять молитву, слушать голос возвышенного человека вместе с ним. И где-то через час молитвы я почувствовал себя вечным вот здесь. Не так сильно, как надо, но почувствовал. Это чувство было определенным, что я нахожусь здесь и что я имею вечную природу. То, что находится, говорит, в Священных Писании. То есть я это почувствовал. И я перся на это, я начал повторять от того, что я почувствовал. От имени вот того, что я почувствовал здесь, вечного. Уже как бы сила пошла в повторении молитвы. Ну, другими словами, надо понять эту идею. Она заключается в том, что чем дальше в лес, тем больше дров. Ну, то есть надо двигаться в лес, двигаться вперед, к морю синему. Ну, то есть нужно каждый день это практиковать. Постепенно вы почувствуете все. У вас получится. Допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, я в шоке. Я целый год молюсь, муж все пьет. 20 минут это не молитва. Давайте разберем это. Давайте разберем. 15-20 минут сердце успокаивается. Обычно все люди молятся 15-20 минут. Почему? Потому что нам много счастья-то и не надо. Понимаете, по факту человек такое существо, что он не хочет счастья. Он хочет просто спать душой. То есть вот обнаружьте себе это. Нам не нужно счастье. Нам не нужно победа над судьбой. Чуть-чуть легче стало и слава Богу. Когда успокоился и слава Богу, дальше уже не надо чего напрягаться чуть-чуть. И вот как раз 20 минут достаточно, чтобы просто успокоиться и все. А не побеждать судьбу, а просто успокоиться. Здесь легче стало. Это сравнивается с тем, что страус бежал, бежал от льва, смотрит, убежать не может, засунул голову в песок, смотрит, не видит. Думает, ну слава Богу, спрятался. А страусу, а льву не нужна голова страуса. Ему нужно как раз то место, которое снаружи осталось. Оно как раз помягче. И мы голову все время прячем песок, понимаете? А нас судьба хватает за другое место. Так, это шутка такая. Итак, идея в чем заключается? В том, что где-то в течение часа человек может достигнуть знания, достичь знания о том, что с ним происходит. Вот объем работы в сердце, сколько трудностей, сколько трудиться. И знания о том, что ты можешь это все перелопатить, нужно достигнуть через час молитвы где-то. Ну, в среднем. Час молишься, молишься, через 40 минут, бац, понял, сколько примерно надо молиться, чтобы решить проблему. Девушка смотрит на меня, это час молиться, мне даже пяти минут не хочется молиться. Не то, что сейчас. А? Чего? Мы не хотим же побеждать судьбу. Вот это знание об этом очень важно. Потому что если человек не хочет побеждать судьбу, тогда не на что и обижаться. Вот если я не хочу, допустим, помолиться и принять город Омс, тогда чего обижаться на этот город? Если я сама не хочу, мне лень просто напрячься и себя как-то почувствовать энергетику города. Надо немножко потрудиться. Там, потому что само собой было хорошо, не надо было напрягаться. Но здесь надо чуть напрячься и тоже быть счастливой. Можно так в жизни, так иногда бывает. Человек не хочет напрягаться. В этом вся проблема. В этом проблема нашей судьбы. Проблема заключается в том, что мы до конца не понимаем, как устроена наша жизнь. До конца часто не понимаем, из-за этого и страдаем. Потому что мы не понимаем, что наша жизнь как раз вот так устроена, что я эгоистичную природу имею. Я счастья, в общем-то, не хочу. Я хочу просто, чтобы не было страданий, чтобы было все хорошо. Разница колоссальная. Потому что счастье достигается трудом души, а отсутствие страданий может быть по судьбе, может не быть. И человек постоянно ждет, когда не будет страданий. Меня все спрашивают, Олег Геннадьевич, ну вы вот все видите, скажите мне, когда не будет страданий. Мне не надо говорить там то-то, вот просто когда мне будет хорошо и все. Скажите, я буду этим жить, означает жизнь страсти. Ждать, когда не будет страданий. Олег Геннадьевич сказал, через год. Ну все, год помучаемся, подождем. И через год жизнь начнется. Но это же не жизнь, вот так вот жить. Ждать, когда пройдет год целый, и потом можно расслабиться чуть-чуть. Или ждать, жить до отпуска. До отпуска. Да? Теперь можно, а так и будет. Так вот самое интересное в ведах, знаете, что говорится, что человеческая жизнь, она так интересно устроена, что чаще всего в жизни все хорошо, более-менее. Но есть промежутки, когда плохо. И человек искренне считает, что вот когда все хорошо, это и есть настоящая жизнь. А Бог считает, что в это время у него нет никакой жизни, он просто спит. А жизнь его начинается, когда у него все плохо. Потому что именно в это время он начинает молитву, начинает пробуждаться душой, начинает узнавать, как устроен этот мир, начинает пытаться поменять все в жизни, когда у него все плохо. Теперь сразу возникает вопрос, вот если Бог нас любит, он тогда что будет делать, чтобы у нас все было хорошо или чтобы у нас было плохо? Видите, как оказывается, вот Бога-то надо понять, почему же он нас мучает-то? Потому что мы не хотим развиваться просто и все. Мы хотим просто обалдеть здесь, спать душой, ничего не менять в своей жизни, ничего не делать. А в этом цель человеческой жизни. Мы же сами об этом просим. Веды говорят, что человек, когда он находится в утробе, где-то с 7 до 9 месяцев развития, он начинает чувствовать весь этот мир очень глубоко. Он находится в глубокой медитации, это описано в священных писаниях, мудрецы это видят, медитации видели. Они изучали детей и потом это все записали. Они видят, что человек, находясь в утробе матери, он видит до 100 своих прошлых жизней. И мучается страшно из-за того, что он никем занимался все это время. И он думает, как бы мне так сделать, чтобы я все-таки вот в этой жизни начал пытаться постигать истину, думать о Боге, пытаться свою духовную природу постичь. Он скажет, что зачем нас здесь неплохо кормят, что нам постигать духовную природу свою. Так это по той же самой причине, почему таракану надо стать зайчиком. Понимаете, мы должны развиваться. Человеческая форма жизни не окончательная. Веды объясняют, что это начало разумного существования. Человеческая форма жизни, она имеет много недостатков. Это только начало разумного существования. Вы как будто знаете, вот как этот птенец такой вылупился из яйца. Типа все уже классно, но он еще ничего не знает, что здесь происходит. Так и человек тоже, оп, увидел, он стал разумным, глазками похлопал. Мы не можем знать, ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача. Хорошо, теперь посмотри, что получилось. Жить негде, кругом небоскребы, в асфальте все находимся. На природу только помечтать можно уехать, а там жизнь, там здоровье находится. Все бы хотели жить на природе. А это возможно было бы, если бы мы другую концепцию развития взяли. Но это возможно такая концепция развития, если человек знает, как правильно жить здесь, на этой земле. У нас нет знания. Мы не знаем, что эту землю надо беречь, что нужно так все строить, чтобы природу не нарушать. Можно расселяться так, чтобы везде была природа. Но мы так не хотим. Мы строим инкубаторы, большие многоэтажки. Говорится в ведах, что выше третьего этажа над землей уже нет контакта с землей, означает нет отдыха. Человек просто не отдыхает там. На 12-15 этаже он не отдыхает. А у женщины нарушение контакта с землей развивает бесплодие. Живем на 20-м этаже и хотим рожать. Сложно, можно, но сложно. Почему? Потому что уже контакта с землей нет, и надо уже и заширяться. Там тазик с землей в дом ставить в себе, чтобы вот ты тазик с землей поставил, поставил туда ножки и на тонком плане связался с землей уже. Такое тоже возможно. Можно так делать. Это хорошо, много цветов это хорошо, но ножки должны с землей контактировать, ножки. Если они с землей не контактируют, значит тогда энергетика работает не так. Ну представьте, вот вас повесят в воздухе, повесят на 5 часов, допустим, хотя бы, на 20 метров над землей. Ну вот представьте себе, как вы себя будете чувствовать. Так мы и живем в воздухе. Мы живем в воздухе все, понимаете? Мы поднимаемся в воздух и живем там над землей. А женщине для того, чтобы рожать ей на земле надо быть, у ней так устроен организм. Она с землей связана, женщина. Вот женщины любят сидеть, лежать. Почему? Потому что они связаны с землей. У них такая природа. Видите, нам не хватает знания. Мы не знаем, как жить правильно. Мы не знаем, к чему стремиться, зачем. Мы не знаем, что надо стремиться в аптеку, надо стремиться в лес. Мы не знаем об этом. Но чтобы знание появилось в сердце, для этого нужна молитва. Без молитвы человек не может раскрыть себя. Он живет, как глухарь. Потому что есть разные стадии развития личности, понимаете? Веды описывают это. Есть, допустим, первая стадия Анна-Майя называется. Ну, то есть Майя означает сознание. И Веды описывают, что когда сознание у человека приковано к телу, то этот человек, он живет на самом низком уровне развития личности. То есть все сознание, его понимание себя связано с телом. Он воспринимает себя только на уровне тела. Означает много вещей сразу, которые придут в жизнь. И много вещей, которых ты никогда не увидишь. Первое, что придет в жизни, если ты себя воспринимаешь как тело, значит, тогда ты пищу будешь воспринимать как жиры, белки, углеводы и витамины. Почему? Потому что другой концепции пищи у тебя не будет в сознании. Это другая концепция, она уже не телесная. Если, допустим, тебе сказать, что в пище есть характер, и именно характер пищи самое важное, а не белки, жиры, углеводы, тогда у тебя сразу в голове, какой характер? Я ем просто белки, жиры и углеводы. Какой характер? Ну хорошо, если ты не ешь характер, тогда возьми белок один, возьми жир, соль, клетчатку и ешь. Не, мне не нравится, невкусно. Хорошо, если ты хочешь питаться вкусно, значит, ты говоришь о вкусах, а вкус связан с деятельностью ума, это уже умственная энергия, означает характер. Поэтому ты ешь живое существо, ты ешь яблоко, оно живое, в нем есть характер, в нем есть характер, поэтому твой ум наполняется энергией определенного характера. Черты характера яблока переходят к тебе в сознание, и ты получаешь в результате наполненность этой силой изнутри. Это значит, что если яблоко имеет плохой характер, тогда у меня будет плохой характер? Конечно. А какие яблоки имеют хороший характер? А те яблоки, которые растут на солнышке, с любовью выращиваются, выращиваются, их поливают не химикатами. Яблоньки не нравятся, когда их поливают химикатами, нравится все естественное, связанное с Богом. Потому что нам нравится жить связанным с Богом, и яблоньки нравятся, она тоже любит Бога. Но ей не нравится ничего, что вот искусственно ей там льют, ей не нравится. И даже микробам не нравится, которые яблоки едят. Они брезгуют, эти яблоки есть. А мы думаем, о, без микробов классно. Наоборот, не классно, потому что микробы брезгуют, есть эти яблоки. Они лежат месяц, и ни один микроб не подойдет к ним. У них плохой характер у этих яблок. А мы жрем. Почему? Потому что сознание находится в тупом состоянии. То есть человек не понимает, что есть тонкое сознание, что есть тонкая психическая энергия. Он думает, белки, жиры, углеводы. Так, яблоко посмотрели, белки по белкам, жирам, углеводам, витаминам, классно, все, едим. Интересная концепция жизни. Означает также, что вот это вот и есть самое главное, что в чем я живу. Это означает, что самое главное, это ум, 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 и все. А тело-то стареет. Вот ты его накачал, допустим, Шварценеггер, да, он такой, ум, ум, сейчас посмотрите, уже другой. Чего это он вдруг? Да он просто стареет, тело стареет. Его невозможно накачивать в 50 лет. Он уже не накачивается, понимаете, потому что, ну, как бы, все, кончилась моча. Ну, то есть, не накачивается тело в 50 лет так, как в 20. Али, оп, оп. Хорошо, там бревнышки таскаем в 20 лет. Но в 50 пора уже мозгами шевелить. Потому что человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы бревнышки таскать. Если бы так было, тело тогда всю жизнь было бы очень сильным, если мы для тела живем. Но телесные функции, они проявлены в молодости, потом начинают утрачиваться. Вкусовые чувства, теряется вкус пищи, не как раньше. Я помню, бананы в детстве ел, так, ммм, ммм, банан. Мне так вкусно казалось. Сейчас съем банан-банан. Ну, потому что уже не те чувства. Они такие сильные, как в детстве. Утрачиваем силу чувств. Тело тоже уже не такое там активное во всех отношениях. Почему? Потому что это не главное в жизни. Некоторые думают в 50 лет. Олег Геннадьевич, а у меня активное. Еще. Ну, хорошо. Давай дальше поживи чуть-чуть. Может, потом у тебя мозги зашевелятся. Я говорю о цели человеческой жизни сейчас, моя хорошая. Для чего мы живем? Потому что есть специальные формы жизни для того, чтобы реализовать концепцию Анна Майя. Вот эту концепцию телесной жизни. телки и телки. Телесная форма жизни означает. Ну, понимаете? То есть, ну, означает, что мы как бы телом, телом. Опа. Вы поняли, о чем я говорю? Нет? Что человек больше ничем не интересуется. Ему надо худеть, ему надо качаться. Это уже даже, может быть, и хорошо. Он только связан с телом, с сознанием. Он следит за телом. Но он не понимает, что у него есть интересы гораздо глубже, чем тело. Они больше счастья приносят на самом деле человеку, чем просто тело. Больше в тысячу раз счастья приносят. Вот эта концепция, телесная концепция, кушать хорошо, спать, иметь жилье там, у меня чтобы все было. Вот. Это хорошо тоже. Нормально. Тело должно быть здоровым, конечно же. Сознание должно быть в теле. Если сознания в теле не будет, человек может заболеть и умереть неожиданно. Выйти из тела. Лишиться этого дара Божьего, человеческого тела. Но это не главное, далеко не главное в жизни. Мы хорошие. Если на этом всю жизнь устраивать, тогда химией, таблетками будем лечиться, химическими. Почему химическими таблетками? Мы не врубаемся, потому что ни во что остальное. Конечно, можно и химическими лечиться, если деваться некуда. Иногда в эстеринах случаях. Но лучше-то лечиться физиологичнее, так, чтобы естественно все происходило в организме, а не искусственно. Поэтому очень важно знать, что сознание может также жить в следующей концепции, более глубокой, которая называется пранамайя. Пранамайя означает счастье от движения, от аскезы. Человек, когда в этой концепции пранамайя находится, он уже стремится к чему-то нетелесному. Деньги, власть, спорт, движение, здоровье, означает бег у него. То есть он двигается, ему надо двигаться, то есть он чувствует энергию. Такие люди чувствуют энергию. Говорят, энергия, это очень важно. Нужно, чтобы было много энергии в жизни. Такие люди чувствуют, им нужна энергия. И это тоже сила жить, энтузиазм. Это уже лучше, чем просто валяться в постели и думать о том, чтобы поесть, поспать, сексом позаниматься. Такие люди, они уже преодолевают препятствия, они как бы чувствуют другое счастье в жизни. Счастье, движение, победа над судьбой, развитие, означает аскезы, развиваться в жизни. Нужно иметь положение в обществе, там все прочее. Влияние какое-то на других людей. Уже больше счастья в жизни. Для этого нужно иметь силу. И эта сила идет от движения. Человек, который не двигается, у него нет здоровья. Я сегодня в волейбольчик, мы собрались, поиграли. Было движение, здоровья стало больше. Это же другая концепция жизни. Люди бегут куда-то в прорубь, там ныряют. Она должна, мы верить должны в это. Мы должны верить в природу, в движение, в энергии, в то, что нас это вылечит, поможет быть здоровым. Если человек не верит, он никуда не поедет, будет дома сидеть. Поехали в лес. А что там делать? Нет веры, значит, у тебя. Ой, в лес, быстрее в лес. Мне сказали, в горы, там источники, там такая энергетика, там вообще классно, все выздоравливают. Я говорю, где? Далеко. Я говорю, полетели все. Сели на вертолет, полетели туда, в этот шумак, в Иркутске. Прилетели, а там кругом разные источники бьют. Один источник это лечит, другой это лечит. А там их 300 штук. Все разные что-то лечат. Я взял, там везде снег лежит, а там травка растет. Взял, так лег, чувствую благодать Божьей. Горы вокруг, снег. Источники соединяются в одну речку, такой ручеек. Там такая купальня лег. Вода теплая еще достаточно, можно купаться. Полежал там, посидел в купальне, вышел с тела, дышит силой, чувствую, сила есть внутри, можно дальше лекции читать, здоровье. Потом вспоминаешь об этом и наполняешься, связываешься с этой силой. Думаешь, все, я покупался, теперь уже все, больше этого не будет в жизни. Неправильно так думать. Можно вспомнить и опять наполниться этой силой. Через память уже действует. Кому сейчас свежее стало, поднимите. Я наполнился, вы тоже наполнили. Видите, какая система? Мы все, как сообщают сосуды. Когда ты слушаешь кого-то, ты наполняешься, тоже тебе передает это все, переходит. Представляете, как работает система? Так, пранома – это концепция, без которой невозможно быть здоровой и успеха не будет в жизни. Эта концепция означает, что человек должен совершать аскезы, должен себя ограничивать для победы над судьбой, лишения какие-то. Вот эта телесная концепция самая неправильная. Она разрушает жизнь. Если человек расслабился слишком сильно, он теряет здоровье. Объелся – теряет здоровье. Сексом перезанимался – теряет здоровье. Слишком сильно оскотинился в квартире – теряется здоровье. Даже когда вещей слишком много в квартире – теряется здоровье. Энергетика в квартире становится захламленной. Понимаете, человек дышать не может. Часто женщины выкидывают все из квартиры, они не могут там дышать, находиться, потому что не хватает жизненной силы. Слишком много вещей. Нужна свобода, жизнь, нужна жизнь Женщина знает, о чем я говорю Жизнь означает движение и аскеза Сейчас я вам объясню некоторые вещи, которые вы должны знать Может быть, вы не будете этим пользоваться, но вы должны знать Чтобы вы были здоровыми Потому что люди часто не понимают, как быть здоровым А здоровье нужно для победы над судьбой Больному человеку очень трудно побеждать судьбу Первое правило Это выбрать свое движение Есть несколько типов людей Допустим, очень полные люди Им нужно, или стремясь склонны к полноте Мужчинам в этом случае хорошо Поднимать вес тяжелый Ну, то есть на тренажерный зал ходить И, ну, как бы с весом работать Очень сильно помогает для здоровья Потому что жир переходит в мышцы в этом случае И человек обретает здоровье, силу Женщинам всегда то же самое, но меньше по весу и больше музыки Ну, то есть, другими словами Если это, допустим, полная женщина То ей надо маленькие гантельки купить И делать упражнения вместе с музыкой С музыкальным сопровождением упражнения должны быть движения плавные Не мужские, а женские Женщина всегда выздоравливает в соединении с любовью Ко мне вчера подошла одна девушка Говорит, что мне делать? У меня щитовидка плохо работает Я говорю, надо петь Потому что щитовидка связана Здесь эмоции, эмоциональный центр связана с звуком Я говорю, а она говорит А мне так нравится петь Мне всегда этого не хватает Вот петь означает Гормональные функции восстанавливаются Женщина должна петь, должна танцевать У ней должно быть движение под музыку Другие люди, у которых они быстро задыхаются, устают, ослаблены Нам надо бегать на свежем воздухе, бегать Третьи люди, их напрягает жизнь постоянно Она не в напряжении Вот так вот чуть посидели, уже напрягается спина Невозможно сидеть долго Означает статические упражнения То есть я лег на спину Ноги поднял кверху И лежим полчаса Сначала тело затекает Потом расслабляется больше, больше, больше Потом раз, легкость в теле появляется Это вот я, моя категория У меня тело напрягается Каждые два дня Я два часа вот так вот Четыре всего упражнения делаю по полчаса Ложусь, ноги назад И так долго они опускаются вперед Наклоняюсь долго, опускаюсь вперед Соединяюсь вот так вот, складываюсь Долго-долго Вот сажусь и я даже вот так сесть не могу У меня не могу даже согнуться вот так, представляете И потом за 40 минут я складываюсь пополам полностью Через расслабление Расслабляюсь, 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 расслабляюсь Так как я вижу, как работает организм В это время у меня начинает работать кишечник, желудок Включаются все органы Вот у меня расслабляется костная система И через это приходит здоровье ко мне в жизнь Потому что у каждого здоровье приходит И уходит через какую-то систему У кого-то через жировую систему У кого-то через костную У кого-то через кровообращение Если через кровообращение страдает давление повыше Надо бегать, двигаться Если человек Или просто цигун, ушу на природе упражнения делать Потому что сосуды связаны с движением Исправной психической энергией Дальше, если у человека, допустим Мышечная система страдает Там дисфункция органов всякая Запоры, поносы Значит, нужны статические упражнения Если кожа страдает Значит Нужно закаливаться Вливаться водой На свежем воздухе находиться больше Пост Также Пост для кожи Хорошо очищает Я говорю сейчас о баскезах Которые приносят здоровье Некоторые думают Что здоровье означает Найти себе доктора И кучу таблеток Инвалидная коляска Тоже не помешает для здоровья Но лучше На более ранней стадии Решить вопрос Как один мужчина подошел ко мне Говорит Олег Геннадьевич Мне хотят Вместо прямой кишки Сделать Трубочку И у меня Я ему сказал Что надо делать Как побеждать судьбу У него сейчас все нормально Но в сердце я вспомнил песню Где ты раньше был Где ты раньше был С кем себе Собому изменял Надо же шевелить мозгами раньше А для этого нужна вера Понимаете Мы должны знать Что делать У нас нет веры Мы живем Совсем другими идеями В жизни У нас нет связи Контакта с этой идеей Вот почему я делаю Упражнения Каждый раз Три дня Мне тяжело Он говорит Не надо ничего делать Ты что Ты же устал Только лекцию уже прочитал Я ложусь Просто делаю А потом Через 10-15 минут Все включается Психика И начинается Делать Делать Я доделываю У меня легкость Или свежесть Ясность Способность Побеждать судьбу Но я делаю упражнения Вместе с молитвой Потому что Если нет молитвы Сил нет Дальше делать Я раньше просто так делал Молча Потом начал слушать музыку Потом начал молитву читать И все И классно стало Все срослось Потому что молитва Дает силы А упражнения Дает концентрацию Читать молитву Все соединяется Сразу вместе Отлично Мою Мою У каждого своя Не принципиально Да Во время упражнений Концентрация повышается Сильно В сознании Это же не динамические упражнения А статические Ты застываешь В это время Ум Понимаете Когда человек В неподвижном состоянии Не двигается В это время Ум перестает работать У него нет сил Поэтому он говорит Надо двигаться Двигаться Хотя бы качайся Что-то делай Понимаете Почему Потому что Ум Ум хочет жить А разум живет В неподвижном состоянии Когда человек застыл Тогда разум начинает работать Движение внутрь происходит Когда человек застывает Поэтому молитва Означает Не двигаться Застыть Когда человек полный Ему также важен пост Соблюдать Это тоже аскеза Пост Есть разные посты Побеждающие судьбу Самый главный Несколько постов Самый главный Первый пост Который Большинство людей Не знает Но очень эффективный Сильный пост Самая главная проблема Нашей жизни Сейчас заключается В том Что нам не хватает Контакта с природой То есть с праной С энергией природы Не хватает контакта И частично этот контакт Восполняется сырой пищей Надо все окна засолить Засадить Не цветочками Этими вьюнками всякими От которых толку нет А надо засадить Листьями Салата Петрушки Укропа И эти листья Надо кушать каждый день Если вы просто сядете Раз в неделю На сырую пищу То вы очень сильно Раз Хотя в неделю Вы очень сильно Поправите свое здоровье Потому что человек Когда живет в городе Ему не хватает Контакта с природой С энергией Деревьев Растений И если человек Сырую пищу ест То он этот контакт Восполняет Она праническая В ней много праны Что такое прана В пище Это вот как яблоко есть упругое Есть яблочный сок Яблочный сок попил Нормально Но яблочко съесть Совсем другое дело Или арбуз съесть Или арбузный сок Арбуз это Потом Пять раз в туалет Без проблем А яблочный Арбузный сок Ничего Не делает Почему? Потому что там прана Понимаете Там психическая энергия Она активизирует Все Начинает двигаться Внутри В организме И таким образом Есть пост На сырых Овощах И зелени Никто не знает Об этом посте А этот пост Очень сильный Он дает человеку Возможность Сразу Стать бодрым Свежим И здоровым Представляете? Потому что бодрость Это не отсутствие Витаминов Это отсутствие праны В организме Если вы чувствуете Слабость Вам тяжело У вас нет сил Значит Нужно идти На свежий воздух Или поесть сырой пищи В крайнем случае Силы появляются От праны От психической энергии Слабость Нет сил Плохо Вялость Означает Нужно свежий воздух Гулять надо Прогулки Заставлять себя Заходить Вот молодец Чтоб так сказала Вот как раз Это вас и касается Сидим дома Женщины Это же домашние растения Надо на улочку Выходить Ради любви Возьмите лекцию Олега Геннадьевича Включите И пойдите Погуляйте Послушайте Что дома сидеть Не интересно же Пойдите Погуляйте По улице И будет тело Получать здоровье Ум будет лучше Соображать По дороге И вы будете Здоровы от этого Итак Если у людей Страдает Нервная система Значит Они должны делать Дыхательные упражнения Задержки дыхания Восстанавливают Психику А также пост Но уже Не на сырых продуктах А сухой пост Или на воде Сухой пост Всегда проводится Только с молитвой Если человек Не молится Ему нельзя Сухой пост Сделать Потому что Он не выдерживает Если человек Любит молиться Он может День какой-то Посвятить Молитве И не есть В это время И не пить Но как только Он перестал молиться Можно уже Начать пить Там допустим То есть Понимаете Когда человек Не молится Ему надо есть Ну то есть У языка Есть две функции Или К морю синему Или наоборот Желудок Ну то есть Другими словами Если человек Не контролирует Свои чувства Они полезут В желудок И начнут Там разъедать Слизистую Ну то есть Если человек Может Думать О Боге Все весь день Тогда он Может поститься Насухо И у него Там очень Мощные изменения В психике И в теле Происходят Сухой пост Омолаживает Увеличивает Продолжительность Жизни Там у нас Есть тонкие Психические каналы Они засоряются Плохими чувствами Мыслями И это становится Причиной Хронических Заболеваний У человека У каждого человека Что-то свое Быстрее засоряется Если у человека Он чувствует Что ему Нервным Он становится Напряженным Раздражительным Гормональные функции Вылетают Это значит Что ему нужно На улице Дыхательные упражнения Делать Которые восстанавливают Нервную систему Дышать На улице Дышать Дыхательные упражнения Задержки Дыхания На вдохе На выдохе Задержки И плюс Им нужно Паститься на воде Пить воду Какую воду? Понимаете Надо найти Такой прибор Электрический Который Мертвую И живую воду Соединяет вместе И получается Вода Для здоровья Вот Там очень много Таких Сложных Процессов Которые Никто Понять Не может Но бабки Хорошие Зарабатывают На этом Никогда Эту дурилку Не принимайте Всерьез Которые Настоящая Заряженная Вода Делается Очень просто И так как На это Денег Не заработаешь Поэтому Никто Это И не рекламирует Настоящая Заряженная Вода Означает Берешь Просто Воду Ставишь На подоконник И когда Луна Начинает Восходить Она И делает Эту воду Заряженной А если У вас Есть еще Серебряный Стакан Он Делает Еще Больше Соединения С Энергией Луны А медный Стакан Соединяет С Энергией Солнца Воду Когда Солнечный День На солнце Поставьте Она Зарядится Солнцем Когда Ночь На подоконник Поставьте Зарядится Вода Светом Луны Потом Поставьте В морозилку Она Зарядится Холодом Энергией Праны Холодом Вот и Все Она Стала Заряжена Пить Она Вам Даст Здоровье Эта Вода А если Вы Еще Будете С молитвой Воду То В воде Молитва Чувствует Себя Очень Хорошо Особенно Для Близких Людей И Особенно У Женщин Вот У меня Жена Четко Знает Систему Я Допустим Ну У меня Есть Проблемы Со Сном У меня Очень Чуткий Сон Я Плохо Отдыхаю Плохо Сплю Вот И Жена У меня Что делает Она Берет Стаканчик Водой Помолится Помолится Но в сердце У нее Есть Знание Для Чего Она Думает О Боге В это Время Слушает Голос Возвышенного Человека Все Как Положено Но В сердце Есть Знание Для Чего Для Того Чтоб Муж Заснул И То Что Она Шепчет Спать 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 Она Так Не Шепчет Она Думает О Боге В это Время И Дает Мне Стаканчик С Водой Я Смотрю На Нее Говорит Чего Зачем Она Говорит Пей 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 Я Раз Выпил Рубануло Все Заснул Сразу Я Говорю Классно Я Сегодня Настроился Хорошо Молитву Почел Заснул Хорошо Да 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 Мне Своё Знание Зачем Я Заснул Допустим Женщина Не знает Что Когда Если Очень Немательно Слушать Молитву И повторять Ее Время Приготовления Пищи Приготовление Пищи Встает На Задний План На Второй И Даже Лучше Потому Что Спокойнее И Плавнее Все Готовится А С Молитвы Читаешь 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 Потом Но На заднем Плане Должна Быть Мысли Чтоб Мой Муж Бросил Пить Контакт Должен Быть Чего Хочешь Что В жизни Объясни Богу Всем Объясняешь Кроме Бога Молишься Молишься Можешь Чтоб Буж Бросил Пить Там Много Жи Чтоб Не пил Не курил Цветы Всегда Но Это Все Последовательно Понимаете Все Сразу Не надо Первое Чтоб Не пил Да Самое Главное Это же Главное Вот И Он Потом Ест Эту Пищу И Что Происходит В Это Время Его Психика Соединяется С Богом Когда Человек Ест Освященную Пищу Он Освобождается От Грехов Ведок Написано Грехи Сгорают В Это Время Представляете Сила Какая Освященная Пища Очень Большая Сила Вы Скажете Ну Почему Я Молюсь Молюсь У меня Ничего Не Сгорает Потому Что Когда Ты За Себя Молишься Результата Никакого Нет Вот Смотрите Есть Три Типа Молитвы По Результату Первый Тип Молишься За Себя Ноль Результат Очень Слабый Второй Тип Молишься За Близкого Человека Результат На 50% А Если Ты Молишься За Человека Который Ушел Из Жизни Результат На 100% Представляете Разница Колоссальная В силе Молитвы Потому Что Когда Мы Молимся За Тех Кто Ушел Это Уже Бескорыстная Молитва Понимаете Он Ничего Мне Назад Не Сделает Он Мне Не Позвонит Не Скажет Слушай Классно Спасибо Помогу Устроиться На Работу Он Уже Все Не Сможет Помочь Нашел Из Жизни Итак Когда Человек Молится За Другого Человека За Близкого Человека То Получается Огромная Сила Но Понимаете Молитва Должна Дойти И Она Может Сеть Через Сердце Дойти К Человеку Через Сердце Ты Молишься Молишься Сначала Спокойствие В твоем Сердце Потом Хорошая Память О Хорошем В этом Человеке Значит Пошла Связь А потом Ты Начинаешь Чувствовать Что Все Получится Это Значит Что Ты Уже К Его Сердце Там Молитву Уже Изменяешь Его Сознание Теперь Второй Вариант Просто С Молитвой Приготовили Пищу И Все Сразу Попало Внутри Он Сам Все Съест И Какой Результат У него Изнутри Эта Пища Начинает Сразу Влиять Она Меняет Сознание Как Что Ты Ешь Такой Ты Становишь Если Ешь В Столовке Где Просто Готовят С Матюгальниками Тогда Один Результат Как Кафе Называется Ковиндос Рекламная Пауза Есть Кафе Недорогое Очень Вкусное Где Готовят С Молитвами И Без мяса Но С сосисками Попробуйте Придите И узнаете Как можно Без мяса С сосисками Есть И С колбасой Оказывается Есть Из хлеба Из пшеницы Делают И сосиски И колбасу Вот такая Один В один Докторская Колбаса Не Отличишь Здоровая Полезная Пища С молитвой Ну Можете Дома Так же Делать Без Вся Кафе Сами А? Как Домская 5 Меня кормят Оттуда Там готовят Привозят Мне туда Оттуда Еду Каждый раз Приезжаю Заказываю Чтобы мне там Привозили Специально Вкусно Очень Итак Если у человека Депрессия Нет счастья В жизни Помогает Только молитва Ни пост Ни свежий воздух Ничего не поможет От депрессии Только молитва Костная система Страдает Статические Упражнения Неподвижные Упражнения Долго делать Одно упражнение 30 минут Иначе не работает Расслабляться надо В упражнении Лежать Лежать Сначала тело Цепенеет Потом напрягается Потом раз Чувствуешь Расслабляется Когда расслабилось Значит все Но так лежать Невозможно долго Ум говорит Вставай Все Хватит Не может лежать Долго Потому что Не хватает силы Психической А сила берется От молитвы Поэтому когда человек Слушает голос Возвышенного Человек Молится И при этом Ноги кверху Он что делает В это время Побеждает Свою судьбу У него Вот эти все Зажимы в позвоночнике Боль Тяжесть в суставах Она вся Прочищается Канальчики Прочищаются Человек Человек становится Здоровым Почему суставы Там контрактура Там еще что Потому что Там не хватает Энергии Просто А энергия Берется Из аскезы Всегда Если тебе Допустим Нарушение Обмена веществ Не хватает Энергии Значит сохранять Статус Кво Эта аскеза Означает Пост Когда ты Постишься Организм Ест все Ненужное Сразу Прочищаются Каналы Тонкие Увеличивается Продолжительность Жизни И пост Может побеждать Также Какие-то Проблемы С судьбой Если он Соединен С молитвой Не надо Об этом Думать Надо просто Это сделать В этот день Если у тебя Проблемы Связаны С тем Что у тебя Беспокойный Ум Постоянно Тебе Чего-то Бежишь Куда-то Что-то Не хватает Пост Плюс Молитва Пост На воде Этот Всегда С молитвой На воде Пост Плюс Молитва В понедельник Если ты Гневливый Обидчивый Всех Мучаешь Своим Гневом Обидой Пост Плюс Молитва То во вторник Если ты Не можешь Общаться У тебя Не хватает Силы Возможности Беседовать С людьми Строить Отношения Пост Плюс Молитва В среду Если у тебя Не хватает Энтузиазма В жизни Депрессняк Замучил Пост Плюс Молитва В четверг Если у тебя Счастья Семьи Не хватает Семейной Жизни Счастья Любви Не хватает Пост Плюс Молитва В пятницу Если тебе Светит Тюрьма Работы Нет Денег Нет Все Разваливается Здоровье Развалится Пост Плюс Молитва В субботу А если Тебя Никто Не любит И не Уважает Нет Статуса Нормального В жизни Как Бот Плюс Молитва В воскресенье По очереди Выбирайте Что-то Одно Итак Концепция Прана Майя Означает Аскеза Человек С помощью Аскезы Побеждает Судьбу И восстанавливает Здоровье Одновременно Неподвижное Положение Тела Во время Молитвы Также Лечит Человека Когда Человек Просто Стоит Неподвижно Прямо Не двигаясь И молится В это Время Он Обретает Силу Терпеть Любую Ситуацию Жизни Его Ничего Не сломает Он Как камень Становится Крепким Как Дерево Стоит Неподвижно Когда Человек На колени Встает Молится На коленях Тогда В этом Случае Он Обретает Принятие Допустим Начальника Принять Не может Старших На коленях Молится Принятие Приходит Когда Человек Садится С колен На попу Молится Вот так Вот Ножки Подогнуты Прямо Сидит Садится С колен Прямо Сел И вот В таком Положении То В этом Случае У него Появляется Сила Пробивать Судьбу Двигаться Вперед По судьбе Уничтожать Препятствия Если Человек Вот так Вот сел И ножки Вот так Сложил Вместе Коленочки Развел Чуть-чуть Как может И вот так Называется Поза бабочки То У женщин Такое положение Тела Дает Возможность Рожать Детей То есть Гормональные силы Улучшаются Кисты Рассасываются В придатках Если молиться Одновременно И циркуляция Энергии Женской Начинает Очень хорошо Работать И появляется Сила Рожать Поза бабочки А у мужчин Появляется Самоконтроль Половая энергия Начинает Контролироваться Его Как бы Несет В открытый космос Если человек Садится И он Хотя бы Одну ногу Вот так Скрещивает А если может То две То у него Очень сильно Возрастает Концентрация Внимания Он может Сосредоточиться На звуке И забыть Про все остальное Я вам рассказал Основные положения Тела Во время молитвы Если Одно Надоело Сидеть Переключайтесь На другое Но не надо Болтаться Двигаться И ходить Когда человек Так сидит Во время молитвы Долго Он проходит Следующие стадии Первая стадия Тело Отекает Вторая стадия Тело Начинает Ныть Каналы Пробиваются Третья стадия Расслабления Когда он Достигает Расслабления Он побеждает Хронические заболевания В этот момент Связаны С этими каналами Вот и все Просто сидим Не двигаемся Побеждаем Судьбу Молимся Когда вы почувствовали Боль в теле Тяжесть Где-то Просто направьте Сознание Туда Во время молитвы И там все пройдет Если вы будете Верить в это А если вы будете Бояться Тогда все будет Нагнетаться Например Где-то болит Вы испугались Этой боли С кужа стала А если вы Верите То стало лучше Проходит боль А если вы будете